Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, я живу в Лондоне. Меган Маркл не устает приковывать внимание к себе британской прессы, британской общественности. Ну, плохая реклама – это тоже реклама. Что на этот раз? Что произошло с Меган Маркл? Причины ее деградации, как женщины, как жены и вообще как человека. Почему Меган Маркл сейчас из герцогинь вдруг переходит в Ди-лист? Ну, во-первых, что такое Ди-лист? Оказаться в Ди-листе, то есть в списке Д, это значит стать второстепенной звездой, второстепенной селебрити. Не такой гламурной, не такой эффектной. Перестать быть примером для подражания, объектом восхищения. Ну, вот было падение Древнего Рима, а сейчас мы наблюдаем падение великой Меган. О том, что Меган невеликий оратор, за это ее укорять не стоит. Она бывшая актриса, ей совсем не обязательно быть невероятно умной. Достаточно быть красивой, доброй, удобной, соблюдать правила игры, в которую она играет. Поэтому оставим интеллектуальные способности Меган Маркл. Чем должна покорять гламурная звезда? Конечно, своим внешним видом. А вот к внешнему виду Меган Маркл сейчас очень много претензий. Казалось бы, с ее деньгами, с ее известностью она бы продолжала блистать на небосклоне. Но этого сейчас пока не наблюдается. Закатывается звезда Меган Маркл. Доказательство тому – разбор ее гардероба. Одежда – зеркало души женщины. К одежде-то очень много претензий. Была бы Меган Маркл простой американской женщиной, там, бывшей актрисой, женой какого-нибудь американского сенатора, британцы они бы уже забыли. Но она же замужем за принцем. И каким принцем? Британским принцем, членом королевской семьи. А она член королевской семьи не просто Меган Маркл. Герцогиня Сасекская. А если ты называешься герцогиней, да еще с английского королевского двора, семьи ты должна соответствовать своему статусу. Кресса разобрала девять аутфитов, девять наиболее известных ее нарядов, в которых она появлялась вот эти шесть лет. Давайте посмотрим на эти наряды, вспомним, согласны вы или не согласны, с заключениями британских таблоидов. Итак, наряд номер один – это белое пальто с поясом. Знаменитое белое пальто, в котором Меган Маркл вместе со своим женихом, принцем Гарри, вышла тогда к общественности вот в этом чудесном дворике напротив Кенсингтонского дворца. Это было белое пальто от Line the Label и белые туфли от итальянской фирмы Aquazura. Когда маленькая, хрупкая, застенчивая, Меган Маркл появилась под ручку с молодым принцем, и пресса, и публика все пришли в восторг. Вот она, девушка мечты, которую выбрал наш последний холостяк в королевской семье – принц Гарри. Меган покорила всех своей лучезарной улыбкой, своей застенчивостью. Посмотрите, как она нежно держится за руку Гарри, как она стоит за его спиной, все-таки она собирается быть за своим мужем. Именно такая классическая невеста. И белый цвет пальто как раз был символом, как бы, чистоты, девственности, красоты, всего того, чем отличается любая невеста. Ну, пускай даже она уже была замужем, но, тем не менее, поиграться в эту красоту и в чистоту было очень-очень приятно. И всем сразу Меган понравилась, всем британцам. И сказали, ну, молодец, Гарри, какой у него хороший, достойный выбор. Пальто это стало знаковым, и эта фотография была сделана, этот выход к народу, в далеком семнадцатом году. Следующий наряд, второй наряд, когда Меган еще была на вершине славы, на вершине любви, и, ну, и что говорить, обожание британской публики. Ее знаменитое свадебное платье номер два. Ну, первое свадебное платье, когда она предстала перед алтарем, которому ее провел свекор, король Карл, потому что ее родной отец по болезни не смог приехать в Англию. Платье, конечно, было очень красивое, это прекрасная диадема, все это оценили. А второе свадебное платье было, на мой взгляд, более интересное. Конечно же, от английского дизайнера Стеллы Маккартни. Роскошное белое платье. Поклонники, фанаты Меган Маркл, которые сразу же у нее появились, они были в замешательстве. Какое же свадебное платье им больше понравилось? Первое или второе? И все негласно решили, что, конечно, второе. Ну, во-первых, она выбрала британского дизайнера, ну и само платье очень женственное, очень смелое, которое подчеркивало не только смуглую ореольскую эту красоту кожи, но и физическую форму невесты. Формы плечи Меган в этом платье показывали, что она усиленно занимается фитнесом. Здоровая невестка, но и, скорее всего, родит здоровых наследников. Красивое платье, великолепные волосы, красиво поднятые вверх, ни одна волосинка там не была растрепанной. Образец для подражания. Свадебное платье Меган Маркл. Переходим к третьему наряду. То есть потихонечку идем сверху вниз. Падение великой Меган. Ее знаменитое коричневое пальто от фирмы Сенталер. Сумка Клой, ботинки Стюар Вейтсман и шляпка Филипп Трэйси. А перчатки из очень, скажем так, не брендового магазина, но очень популярного в Англии Марк Энн Спенсер, больше известного как продуктовый магазин. Вот какая Меган, народная любимица. Почему это пальто стало знаменательным? Потому что это был тот же 17-й год, и Меган впервые вышла как член королевской семьи на рождественскую службу. И на видео было видно, на всех таблоидах, на фотографиях показано, как Меган постоянно оборачивается на других членов семьи, чтобы смотреть, ну она же как актриса, у нее великолепная память, чтобы скопировать, правильное движение, правильно что-то сказать, походка, как себя вести. Меган по-прежнему застенчива, она по-прежнему стоит за спиной мужа, слушает его, внимает каждому его слову. Это Меган вот такая вот кошечка, покладистая, хорошая, ласковая, теплая в своем чудесном, кашемировом коричневом пальто. Меган, которая излучает тепло, все-таки девушка, которая прожила большую часть жизни в Калифорнии, в теплом штате. И вот она приехала сюда, в Англию, где все так холодно. И не только холодная погода, но и люди такие холодные, а тем более в королевской семье. Она вот такая простая, добрая, из народа, излучает добро, теплоту. И главное, как нежно любит своего мужа, и слушает его. Не потому что она такая, именно покорная, потому что он больше знает ее, о королевской жизни. Она слушает Гарри и внимает ему. И это британцам, конечно, тоже понравилось. Молодец, Меган, как она правильно все усваивает, изучает. Какая покладистая Меган. Четвертый аутфит, четвертый наряд Меган Маркл. Вот это желтое платье. Оно такое красивое, оно такое по-королевски простое и в то же время величественное. Соблюдено в этом платье все, длина. Даже если нет рукавов, но все-таки Меган надела его, когда поехала в очень жаркую страну. Но все равно все соблюдено до мельчайших подробностей и деталей. Идеальное королевское платье. Одела его Меган, когда поехала на родину своей матери, в Нигерию, в африканскую страну. И там вписывалось очень хорошо. И Меган там называли солнечной женщиной. Говорили, что это ее желтое платье ярче солнца. На ней закрытые туфли Манола. Это очень важно. У нее великолепная прическа, поднятые наверх волосы, прекрасная укладка. Это эталон. Это именно королевская особа. Супруг, принц Гарри, смотрит на нее с обожанием. Она по-прежнему, ну как бы не в тени супругу, но рядом. Тихо, тихо, внимательно слушает, что он говорит. Гарри лидер. А она великолепная ему пара рядом. Настоящая подруга, внимательная, которая знает, что сказать и когда сказать, и когда лучше промолчать. Это был самый молчаливый визит Меган Маркл, когда она выехала с принцем Гарри. Во время этого визита Меган не пытается взять все внимание на себя. Она по-прежнему стоит рядом. В общем, она ведет себя так, как ведет Кит Миддлтон, как ведут другие члены королевской семьи, особенно жены простолюдинки, которые стали герцогинями именно благодаря своему замужеству. Но именно это желтое платье и было началом конца. Это был последний раз, когда видели расслабленной, знающей свое место настоящей принцессы, женой принца Гарри, когда ее видели такой, какой хотели ее видеть. И вот, наконец, Меган Маркл заявляет о себе в 19-м году, когда она выезжает со своим супругом в Южную Африку. Она одевает свое платье, тренч платье. Многим тренч платье не нравится. Что такое тренч платье? Это как бы длинная рубашка с карманами, перевязанная на поясе. Мне такие платья не нравятся. Я помню, носила их в далекие 80-е годы. Они тогда были модны, но мода возвращается. А Меган это платье нравится и появилось, к тому же, без рукавов. Ну, все-таки Южно-Африканская республика, жарко. Фанаты были разочарованы, журналисты дизайна были разочарованы, платье некрасивое, но могла бы одеться посимпатичнее. Кстати, это платье она одела второй раз. Подобное тренч платье, тренч дресс, Меган одевала, когда представила своего первенца, маленького Арчи, покойной Елизавете. И тогда она была полной, животик у нее был, ну и все нормально на это посмотрели, ну что вы хотите, молодая мама, кто после родов выглядит блестяще, у кого осиная талия. И, конечно, простили тогда ей это платье, тренч дресс, без рукавов, некрасивое солдафонское платье, но ей нравится, а вот фанатам не очень. Тогда простили, но когда она появилась на гламурном вечере, в таком, ну скажем, не самом гламурном и шикарном платье, все были разочарованы, но больше всего были разочарованы поведением Меган Маркл, шокированы тем, что Меган вышла из тени, Меган стала оскаливать зубки, показывать, кто она есть. Первый раз, наверное, на публике Меган несколько раз перебила своего супруга, его спрашивают, он начинает отвечать, Меган его перебивает, строго на него смотрит. В общем, Меган взяла на себя роль ведущей. Карри, который тоже был в замешательстве, как бы не привык к такому, потом пошел перелом Меган. Меган стала показывать себя тем, кем она является на самом деле. Следующее платье, которое просто покорило публику, но в отрицательном смысле, белое платье от Валентина. В нем Меган красовалась в Нью-Йорке в 21-м году на живом концерте Global Life. И британская общественность сразу возмутилась. Простите, вы герцогиня Сасакская, и вы должны соблюдать некоторые правила ограничения в одежде. Ну, во-первых, длина платья. Это платье на 10 сантиметров выше колена. Нет, 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 такого быть не должно в королевском гардеробе, даже если вы не королева, а только герцогиня. Платье посчитали некрасивым, вычурным. Ну, и посмотрите ваше мнение, как вы считаете, стоит ли Меган носить короткие платья? Конечно, если она ходит по дому в своем шикарном имении Монте-Сито, она может ходить в чем угодно, если, конечно, там папарацци рядом нет, но когда вы выходите на официальное мероприятие, то быть в таком коротком платье и представляться герцогиня Сасекской, это не есть хорошо. Ты не Твиги. С таким заголовком вышли некоторые британские бульварные здания. Кто такая Твиги, вы, наверное, знаете, это очень известная в прошлом модель британская, которая была, ну, я не знаю, девочкой всегда, такая маленькая, худенькая Твиги, которая всегда одевала только короткие платья. Меган полной не назовешь, она вообще в последнее время сильно исхудала, но вот как-то вот это платье, короткое платье, ей не особенно подходит. Следующий аутфит, следующий наряд Меган Маркл, который возмутил британскую общественность, это ее знаменитый костюм, пиджак и шорты от испанской фирмы Зара. Ну, нет ничего плохого в том, что она одевает Зару, такого простого бренда, Кейт Миддлтон тоже не гнушается одеть на себя Зару или какие-то там английские бренды, даже Марк Спенсер, ЛК Бенетт, но прийти на такое серьезное мероприятие в этих шортах, помятых шортах, они были помяты, в такой простой рубашке, в пиджаке, герцогиня Сасекская, она же не представляется, вот Меган Маркл, жена принца Гарри, бывшая актриса, нет, она представляется, я герцогиня Сасекская, а была она на очень серьезном мероприятии в Германии, игры Invictus, и нет ничего хуже, чем скомканный комбинезон Зара, когда вы идете перед ранеными военнослужащими, чтобы сказать им, что игра окончена, где наша богиня от Стелла Маккартни, где наша прежняя Меган, которая была такая всегда веселая, жизнерадостная, добрая, а сейчас перед нами затравленная, худая женщина, которая автоматически принимает форму чайника, когда видит, что на нее нацелены объективы фотокамер, что случилось с Меган, мы сейчас видим совершенно на другую женщину поражаются британцы, где наша Меган, ну, во-первых, Меган далеко не вашей, никогда вашей, нашей не была, Меган была и осталась тем, кем она была и есть на самом деле, а которую Меган видели здесь два года в Британии, это была актриса Меган Маркл, восьмой наряд Меган Маркл, который просто поразил британцев, но именно в плохую сторону пижама тайм, когда Меган вышла в пижаме. Случилось это событие в Колумбии, но на самом деле, конечно, на Меган не была одета пижама, это был такой у нее наряд, знаменитая рубашка от Виктории Бэком, лично подаренная Виктория Бэком, когда две пары еще дружили, принц Гарри, Меган Маркл и Виктория Дэвид Бэком, а сейчас Бэкомы резко отвернулись от Меган и Гарри, ну, потому что понятно, по каким причинам, Гарри принц изгой, но тогда, когда еще дружили, Меган вышла именно в рубашке от Виктории Бэком, ну и плюс штаны на ней были от Ла Лигны, она хотела казаться непринужденной, но на самом деле эффект был совершенно другой, очень неряшливый, она сидела в пижаме, герцогиня Сасекская вышла на публику в пижаме, какой скандал, какой ужас, и вишенкой на торте стало красное платье от Каролайн Херрера, это знаменитое красное платье, в котором недавно Меган Маркл вышла для участия в благотворительном детском вечере, это платье, этот ее наряд побил все рекорды по неряшливости, по ужасности, состоялось великое падение Меган Маркл. Почему? Ну, во-первых, прийти на благотворительный детский вечер в таком открытом платье, это уже возмутительно, слишком много плоти, так сказали даже американские журналисты. Негоже появляться в таком полуобнаженном виде, на таком серьезно благотворительном вечере. Там и разрезы, там и клевич, когда открытая грузь, все это выглядело просто ужасно, просто неприлично. И добавьте к этому волосы, что случилось с волосами Меган Маркл, посмотрите, ну там, видимо, какой-то мокрый эффект, они растрепанные, волосы, которые она всегда так аккуратно укладывала, она или там специально обученные какие-то парикмахеры, но всегда у нее был идеальный вид, а сейчас она вышла как из бани с этими мокрыми волосами. Волосы ужасные, а какие у нее отвратительные туфли, открытые туфли, где все увидели ее пальцы на ногах. По этикету, по такому негласному протоколу, члены королевской семьи, мужчины и женщины, не должны показывать пальцы на ногах, как бы жарко там не было, в какой бы там жаркой стране они не находились, не показывайте пальцы на ногах, это неприлично. Мегана, тем более она была в Нью-Йорке, должна была обуть какие-то туфли и прикрыть пальцы на ногах, она их показала. Про это платье до сих пор не унимаются таблоиды. Платье ревенш, это платье крика помощи, помогите, со мной что-то не так, с моей семьей что-то не так происходит, а что происходило не так? Событие-то произошло 15 сентября, в день рождения принца Гарри. Пожалуйста, посмотрите мое предыдущее видео. Как известно, принц Гарри хотел устроить из своего сорокалетнего юбилея приятный, тихий, теплый семейный вечер, даже не вечера, собрался он с любимой женой, с детьми отправиться поход, благо в Калифорнии много шикарных маршрутов, но Меган отказалась на отрез, она была приглашена на красную дорожку, а красная дорожка для Меган это как красная тряпка для быка, она бросит все, она расстанется с кем угодно ради красной дорожки, и разумеется, она помчалась на эту красную дорожку, правда, оделась несоответственно. Платье реванш, и тогда сразу все заговорили о предстоящем разводе, наконец-то разводе принца Гарри Меган Маркл, и вот это ее красное платье, это предупреждение, это как бы объявление о предстоящем разводе, и тут же сравнили это красное платье Меган Маркл со знаменитым черным платьем реванш, месть ее покойной свекрови, которую на самом деле-то она в жизни никогда еще и не видела, не встречала с ней принцессы Диана, вот это знаменитое черное платье принцессы Дианы, дресс-реванш, платье, месть, и которое она надела после публичного сообщения ее супруга, тогда принца Чальса, об измене, когда он сказал, да, я больше со своей женой не живу, а у меня вот возлюбленная Камила Паркер, и тогда Диана вышла в этом черном платье, ну, представьте, такой позор, когда муж заявил в открытую об этом, об измене, о том, что я уже тебя больше не люблю, а я люблю другой, и всегда ее любил, и вот Диана вышла в этом роскошном платье показать, на кого ты променял меня, молодую, красивую, мать твоих сыновей, вот на эту даму, тоже посмотрите, пожалуйста, мое предыдущее видео об этом, и тоже провели параллели между принцессой Дианой и герцогиней Сасекской, это очень важно, почему, потому что принц Гарри обожает свою мать, и он всегда говорил, что мечтает встретить женщину, похожую на свою мать, ну, как многие мужчины, кстати, мечтают, и он уверен, что вот эта Мэган, она и есть копия его мамы, ну, так это на самом деле или нет, но сразу красное платье, Мэган Маркл окрестили платьем ревенш, платьем мести, за что мстит, кому мстит, непонятно, Гарри очень преданный парень, в отличие от своего отца, не играет ни в какие-то грязные игры, он любит свою семью, любит своих детей, очень семейный человек, и за что ему мстить, непонятно, вот эти девять нарядов Мэган Маркл, эволюция, падение, бывшая актриса, сегодня герцогини Сасекской, что делать, спасать, ей срочно необходим имидж мейкер, опять же, сравнивают ее с той же принцессой Дианой, когда Диана стала выходить в свет, женщина с королевской кровью, которая прекрасно знала, как себя вести, что одевать, что носить, что говорить, даже она нуждалась в имиджмейкере, и у нее такие имиджмейкеры сразу появились, потому что до этого она могла выйти в каком-то прозрачном платье, одеть короткое платье, в общем, все не по этикету, а Мэган никто не учил, попыталась ее учить Сара Фергюсон премудростям придворной одежды, посмотрите, тоже, пожалуйста, мое предыдущее видео, но после этого скандала, после того, как чета Гарри и Мэган началили в Америку, и Гарри был объявлен как бы принцем изгоем негласно, то Сара Фергюсон сразу открестилась от знакомства с Мэган Маркл, ну и потом, какая там Сара Фергюсон дизайнер, что она может ей подсказать, пускай хотя бы обратиться к Канне Вентур, к бессменному редактору и хозяйке журнала ВОК, говорят британцы, или пускай найдет какого-то другого имиджмейкера, который протянет ей руку помощи, но не смеет она появляться в таком непотребном, в ужасном виде перед публикой и представляться герцогиней Сасекской. Кстати, по поводу этого детского госпиталя Мэган Маркл была вот во время как раз эпидемии, посмотрите, как она приехала туда, красиво, скромно, очень надета, в длинной юбке, в длинной рубашке, то есть тут дело не в имиджмейкере, а именно думать надо, соображать, знать, куда ты идешь, перед кем ты выступаешь. У Мэган, которой сейчас 43 года, безумное желание стать сексуальной, раньше она уже была сексуальная, сексуальная в хорошем смысле слова, жизнерадостная, посмотрите, какая я красивая девчонка, она излучала здоровье, а сейчас Мэган действительно за 6 лет она так изменилась, причем, знаете, многие женщины с годами начинают раздеваться, показывать то, что раньше не показывали, а показывать не стоит, и Мэган начинает больше показывать свою грудь, больше показывать ноги, конечно, это же, это личное дело каждого, тем более, если ты не страдаешь там лишним весом, целлюлитом и прочими какими-то не очень приятными рисуночками на коже, можно и показать, но опять же не забывайте, не была бы Мэган Маркл, герцогиня Сассекской, о ней бы никто и не говорил, а здесь просто британцам обидно, назвалась герцогиня, пожалуйста, соответствуй этому образу, я надеюсь, вам мое видео понравилось, пожалуйста, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на мой канал, пишите ваши прекрасные комментарии, согласны ли вы с тем, что вот эти девять образов, девять нарядов Мэган Маркл, они именно демонстрируют падение великой герцогини, настолько ли она великая, а какие ваши любимые наряды в вашем гардеробе, в которых не стыдно пройтись и себя показать, и других посмотреть, и вообще, вот если бы вы стали в свете софитов, что бы вы рискнули показать, а что бы нет, пожалуйста, напишите в ваших комментариях, и до новых встреч с вами, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok